МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эти минуты открывается вечерняя сессия парламента, на которой депутаты вновь попытаются распределить парламентские комитеты. Как известно, с утра у них работа не заладилась. За сегодня в сессионном зале народные избранники собирались уже два раза, но результатов пока не было. С нами на связь из Верховной Рады выходит наш корреспондент Оксана Опрышко. У нее узнаем все подробности. Оксана, здравствуй, тебе слово. Вечернее заседание Верховной Рады еще не открылось. Тем не менее, депутаты активно подтягиваются в зал заседаний. И, надеюсь, с минуты на минуту откроется главная интрига сегодняшнего парламентского дня по распределению парламентских комитетов. Напомню, эта интрига состояла в схватке между блоком Петра Порошенко и радикальной партией Олега Ляшко за один из ключевых бюджетный комитет. Радикалы накануне обещали не претендовать на данный комитет. Тем не менее, в итоге, своего слова, они сдержали, что, собственно, и стало причиной затержки и затягивания процесса распределения парламентских комитетов. Вот, что по этому поводу думает один из депутатов. Потому что нашим коллегам предложили, или они получают должность в Кабинете министров и не претендуют на комитет по вопросам бюджета. А сейчас наши коллеги по коалиции захотели и то, и другое. Так что посмотрим, чем закончатся переговоры. Чем закончатся переговоры? По остальным комитетам, вроде бы, противоречий пока нет. Если все же блок Петра Порошенко не получит контроль над бюджетным комитетом, он все равно будет контролировать больше всего комитетов Верховной Рады. 10 и 27. Народный фронт 7 комитетов. И по 3 комитета достанется самопомощи. И также Батькивщине. Помимо того, представитель самопомощи Семен Семенченко возглавит специальную комиссию с полномочиями парламентского комитета, которая будет контролировать работу Минобороны. Вот как видит работу этой комиссии сам Семен Семенченко. Комиссия отдельная. Она создается для того, чтобы гражданские активисты, добровольцы, волонтеры все вместе могли как укреплять своими кадрами ряды вооруженных сил, СБУ, Минобороны, так и контролировать ее деятельность, чтобы отвечать на вопросы, откуда взялся Иловайск и что сделать, чтобы его не было, откуда взялись 31-32-й блокпост, убирать людей, которые не соответствуют своим должностям и так далее. В военное время это как институт комиссаров. Хотя, согласно законодательству, оппозиция должна контролировать в парламенте не менее трех комитетов Верховной Рады, оппозиционному блоку, судя по всему, достанется всего лишь один парламентский комитет регламентный. Оппозиционеры не собираются претендовать на руководящие должности, в частности, должности заместителей в других парламентских комитетах. Ну и как разрешится все-таки процесс распределения парламентских комитетов, мы узнаем с минуты на минуту, как только начнется вечернее заседание парламента, о чем вам сообщим уже в следующих включениях. Студия. Спасибо, Оксана. С нами на связи из Верховной Рады была наш корреспондент Оксана Опрышко. Генштаб Украины перехватил доклады командиров российских воинских подразделений, которые свидетельствуют о больших потерях регулярных войск Федерации в боях за Донецкий аэропорт. Об этом заявил представитель Генштаба вооруженных сил Украины Александр Размазнин. По его словам, в боях за Донецкий аэропорт погибли почти 300 российских военных и почти 200 ранены. В столкновениях принимали участие части 16-я бригада спецназа ГРУ Российской Федерации, 200-я бригада особого назначения Южного военного округа, мотострелковый батальон и танковая рота 4-й, отдельной гвардейской и кантемировской танковой бригады, батальон 22-й отдельной бригады ГРУ Российской Федерации и штурмовая рота 106-й гвардейской дивизии ВДВ. Система набора очень простая. Военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации увольняют, заключают с ними контракт на выполнение определенных задач в составе незаконных военных формирований и направляют непосредственно на территорию нашего государства. Если озвучить цифру, то на сегодняшний день на территории Донбасса воюют 32 400 человек. Из них порядка 6 до 10 тысяч – это военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации. В Донбассе воюют 32 400 человек. Из них порядка 6-10 тысяч – это военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации. За минувшие сутки боевики обстреляли позиции села АТО более 70 раз. Такое количество обстрелов в Совете нацбезопасности назвали рекордным. По данным спикера инфоцентра СНБО Андрея Лысенко, также возросла интенсивность применения террористами реактивных систем залпового огня ГРАД. Гуманитарная помощь от России поступила к боевикам и активно используется, констатирует в СНБО. В зоне проведения АТО за сутки погиб один украинский военный, еще 13 получили ранения. Усилились обстрелы под Дебальцево. Военные выдержали массированные обстрелы из ГРАДов у самого Дебальцево, Санжаровки, Каменки, Чернухина и в пригороде Дзержинска у города Артемова. Из минометов террористы обстреливали позиции возле сел Никишино, Редкодуб, Миус. Активизировался огонь террористов на южном направлении. Из реактивных установок ГРАД обстреляны позиции сел АТО у населенных пунктов Лутугина, Виноградная, Толоковка, Коминтерного, Водяное. Ночь в Донецке прошла напряженно. В результате артобстрела террористами Кировского района накануне погиб один мирный житель. Об этом сообщает пресс-служба Гурсовета. Также были разрушены дома по улице Погодина, Лазурная, Сергеевская, Ломоносова. Без газоснабжения остается более 2000 абонентов. Среди них 20 предприятий. Ремонт поврежденных систем энергии и газоснабжения не прекращается. Утром в городе относительно спокойное боевых действий не зафиксировано. Коммунальные предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность города, работают в штатном режиме. В Луганской области резко возросла агрессия боевиков. За последние сутки количество обстрелов территории подконтрольной Украине увеличилось несколько раз. Об этом сообщили в Луганской облгосадминистрации. По их данным, террористы 55 раз накрывали огнем из минометов, артиллерии и систем град населенные пункты. Станица Луганская, Счастье, Трехизбинка, Чернухина, Золотое, Ольховая. Пострадавших среди мирных жителей нет. Кроме этого, на окраине Станицы Луганской на протяжении суток происходили ближние бои с применением минометов и стрелкового оружия. Накануне вблизи госграниц в Луганской области украинские пограничники вступили в бой с диверсионно-разведывательной группой. Враг понес потери и отступил. Об этом сообщили в СНБО. Один украинский военнослужащий получил ранение. Тем временем борьбу с боевиками на оккупированных территориях проводят не только бойцы АТО. Пресс-службы операции сообщают об активизации партизанов. Поступила информация от партизанского отряда, действующего на территории Донецкой области. 1 декабря при взаимодействии с вооруженными силами Украины воинами отряда была уничтожена на ферме в районе Старой Михайловки около 50 боевиков. На следующий день они сыграли в злую шутку с великими воинами русского мира, сократив их численность еще на 10 человек. В тот же день, продолжая играть с террористами и при тесном взаимодействии с украинскими военными в районе Петровки, партизаны приплюсовали на свой счет еще 50 боевиков. Таким образом, в течение двух дней партизаны очистили свой край от 110 наемников. ОБСЕ фиксирует на Донбассе передвижение немаркированной техники. Об этом на брифинге заявил спикер специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Майкл Батюркев. 2 декабря наблюдатели зафиксировали 27 грузовиков возле Макеевки. Четыре БТРа двигались на юго-восток в трех километрах от Иловайска. На каждом из них были установлены пулеметы. Передвижение еще одного грузовика зафиксировал беспилотник миссии возле Павлополя. Почти сразу же по аппарату выстрелили из зенитной пушки. Беспилотник не пострадал. Через 20 минут он зафиксировал три танка и БТР. ОБСЕ может исчезнуть, если не будет действовать решительно. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на министерской встрече в Базеле. Климкин напомнил, что в пятницу будет 20-е годовщина подписания Будапештского меморандума. Но ныне этот документ разрушил один из подписантов Российской Федерации. Такая же участь может постигнуть и Хельсинский акт, который определяет незыбленность границ в Европе. Глава Украинского внешнеполитического ведомства отметил, что российско-украинский конфликт разрушает ключевые принципы европейской безопасности. Павел Климкин предложил коллегам план реформирования ОБСЕ, который позволит организации эффективно отвечать на вызовы времени. У регулирования ситуации на востоке Украины главная тема встречи министров иностранных дел стран ОБСЕ. В связи с прибытием иностранных делегаций в Базеле принимают повышенные меры безопасности. Вокруг здания конгресс-центра, где проходит встреча, перекрыты почти все улицы. Госсекретарь ША Джон Керри прилетел в город одним из первых. На полях саммита у него запланирован ряд встреч с коллегами и руководством ОБСЕ. Штаты хотят согласовать единую позицию с западными странами, чтобы противостоять российской агрессии. В свою очередь Германия настаивает, чтобы сепаратисты на Донбассе выполняли свои обязательства по минским договоренностям, а между участниками конфликта была создана линия размежевания. Мы не достигли того результата, который хотелось бы иметь. Опасность усиления экскалации остается. Несмотря на минские соглашения, на востоке Украины все еще стреляют и гибнут люди. В связи с этим некоторые пункты минского договора должны быть реализованы как можно скорее. Например, создание линии размежевания. Она должна быть фиксированной и утверждена всеми сторонами конфликта. Также должен быть согласован отвод вооружений и военных на 15 километров в обе стороны от линии размежевания. С заседания министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ сопровождается мирной демонстрацией украинцев, проживающих в Швейцарии. Под здание Конгресс-холла пришло несколько десятков человек. У них в руках плакаты с призывом к мировому сообществу помочь Украине отразить российскую агрессию и освободить политических заключенных, незаконно удерживаемых в федерации. Летчицу Надежду Савченко и режиссера Олега Сенцова. Активисты громко скандируют «помогите Украине» и призывают страны ОБСЕ вмешаться в конфликт, чтобы остановить насилие на Донбассе. За переоформлением пенсии на территории подконтрольной украинской власти уже обратились 718 тысяч пенсионеров Донбасса. Об этом заявил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко. Он отметил, что из них 608 тысяч уже получают выплаты. До 31 декабря те, у кого есть желание переоформить пенсии, должны стать на учет на территориях подконтрольных украинской власти. Возобновить социальные выплаты и доставить гуманитарную помощь жителям оккупированных районов Донбасса Украина сможет тогда, когда Россия обеспечит безопасные условия для этого. Такую позицию высказали премьер-министр Арсений Яценюк и вице-президент Шарджо Байден во время телефонного разговора. Кремль должен вывести свои войска и технику с Украины. Это важнейшее условие для нормализации ситуации на востоке страны, подчеркнули стороны. Также политики призвали Москву освободить украинских политзаключенных, вернуть к его контроль над границей и допустить миссию ОБСЕ к наблюдению за российско-украинской границей. Джозеф Байден осудил бандитизм и мародерство парароссийских боевиков на Донбассе и одобрил решение украинских властей держать на депозитах пенсии и другие соцвыплаты гражданам, находящимся на территориях, захваченных сепаратистами. За год Украина вдвое снизила импорт из России. Экспорт в федерацию сократился на 32%. Об этом сообщил заместитель главы государственной фискальной службы Украины Анатолий Макаренко. По его словам, в целом экспорт страны СНГ уменьшился почти на треть. Тем временем поставки в страны ЕС выросли на 5%. В то же время импорт из ЕС в Украину сократился на 22%. При этом из Белоруссии начали ввозить на 12% больше. Сокращение российского импорта объясняется прежде всего переориентацией на европейских поставщиков газа. Традиционно основным импортом из России являются энергетические товары. В связи с ситуацией в стране, в том числе сейчас, мы отмечали рост экспорта в страну угля. В последнее время этот экспорт имеет тенденцию к снижению. Я не говорю уже о газе. И пока на этом все еще. Увидимся. До встречи.